Открытая спартакиада района среди лиц с ограниченными возможностями здоровья в 19-й раз собрала в спорткомплексе Подмосковья участников из девяти муниципальных образований области. Щёлково представляли слабослышащие спортсмены Центра «Спартанец» – спортивное ядро для людей, которых трудно упрекнуть в слабом здоровье. В зачёт спортсменам пошли результаты по дарцу бочи мини-футболу. Сеансы довременной игры в шашке провёл многократный чемпион и призёр первенства мира Артём Горбатюк. В гиревом спорте показал класс мастер спорта Ильишата Гелязов. Являюсь директором клуба инвалидов, то есть вытащить человека с ограниченными возможностями куда-то очень сложно. Но, в общем, когда их вытаскиваешь сюда на соревнования, они прямо преображаются, у них лица счастливая, все довольны. О результатах. Щёлковские спортсмены отличились в бочи и перетягивании каната. Первые места в классе ВС-2 занял Иван Лапшин по дарцу Валерий Адынец. Около 300 спортсменов из Москвы и области претендовали на медали 4-го открытого первенства района под Хэквондо АйТиЭф. За награды боролись парни и девушки 8-13 лет из Лобни Реутова-Краснознаменска-Павловского посада. Впервые соревнования проходили в физкультурно-оздоровительном комплексе на Дальнем Воронке. Самое зрелищное на соревнованиях – это спарринги. Полтора минуты, два раунда. Традиционно за упорство и завоеванные медали спортсмену вручили чёрные пояса. Всего было разыграно 60 комплектов медалей. Отличили щёлковцы Александр Ратников, у него первое место в поединке, второе – у Кирилла Голева. Первенство – удачный трамплин перед чемпионатами и первенствами Москвы и России. Любители тихих игр посетили седьмую Олимпиаду по интеллектуальным видам спорта войска Подмосковья. В неё вошли состязания по шахматам и шашкам среди учеников щёлковских школ. Это около 120 игроков. За одним столом – те, кто недавно открыл для себя увлекательную игру, и те, кто уже неоднократно одерживал победы на чемпионате мира. В садике был какой-то турнир по шашкам. Я решил поучаствовать, получилось занять первое место. Дальше начал заниматься. И с каждым днём я начал играть лучше и лучше. И получилось покорять высотность. В командном зачёте первое место уверенно заняла 12-я школа имени Чкалова. Специальным призом интеллектуальной Олимпиады лучшей сельской школе награждена команда «Гребнево». Михаил Налётов, Мария Буржинская, Александр Оржевский, Сергей Василевский. Телерадиокомпания «Щёлково». Продолжение следует...